Привет инженеры! Это игра Space Engineers. В этом выпуске вы увидите призрачные боевые технологии. Начнем с подробного описания искривления точки опоры. Для начала нам нужно включить ее отображение. Делаем пристройку к шасси и ставим колесо. Устанавливаем второе шасси, ставим на него подвеску, и удаляем родное колесо. Теперь отделяем колесо. Копируем его и устанавливаем на подвеску. Обратите внимание, что колеса сцепляются с подвеской в точке опоры. Чтобы получить колесо с более удаленной точкой опоры, нужно удлинить пристройку к первоначальному объекту. И отрезать колесо от этого объекта. Для сцепки колесо должно быть возле подвески, даже если точка опоры в нескольких километрах. После сцепки колеса устремляются к своему месту с максимально возможной скоростью. Как вы видите менять точку опоры очень легко. Теперь перейдем к примеру с призрачными технологиями. Установим три отдельных подвески и прикрепим к ним колеса. Важно чтобы подвески были прикреплены через шасси. После чего на колеса можно крепить детали вашего корабля. Надстроенные на колеса блоки, не будут иметь коллизии с некоторыми объектами. Вместо этих блоков можно сварить корабль по чертежу. После частичной готовности корабля нужно срезать колесо или подвеску. В данном случае три полученных объекта не имеют коллизии между собой. А также не имеют коллизии с объектом к которому они были прикреплены. Теперь создадим три призрачных истребителя для наземной авиабазы. Также они будут иметь антигравитационный эффект. Если ваш корабль у Земли, а точка опоры в открытом космосе, он не будет притягиваться к гравитации. Этим можно оперировать по-разному. Можно сделать так, чтобы корабль падал вперед. Перед вами готовый объект с удаленной точкой опоры на 4 километра. Установим на него колесо. Затем к колесу прикрепим требуемый корабль. Лишние блоки нужно удалить. Из-за удаленности точки опоры, после ссадки силы рычага будет ужасающе высокой. Истребители будут трясти, их будет тяжело отсоединить, поэтому нам нужны запасные варианты. Во-первых установим истребитель на колесо через боеголовку. Чтобы иметь возможность уничтожить колесо дистанционно. Во-вторых установим реакторы и кокпиты на подвеску, чтобы включить ручник. В-третьих ограничим свободный люфт подвески и увеличим амортизацию. Это позволит уменьшить радиус колебаний и погасить часть энергии. Ручник и настройки подвески активируем после ссадки. Приступим к установке. Максимально возможная скорость достигается мгновенно. Если не соединяется, нужно коснуться объекта для его обновления. Перед ограничением подвески нужно подождать, пока корабли долетят до своего места. Ускорим время. Теперь ограничим подвеску и установим ручник. Теперь можно лететь за истребителями, чтобы отсоединить их. Перед отсоединением нужно выключить управление кокпита, который находится на подвеске. Проверяем двигатель и гироскопы. Двигатели и гироскопы работают. Удаляем лишнее. Начинаем с колес. В этом положении гравитация не достает до точки опоры. Точка снизу. Двигатели слабые, добавим атмосферных. Как вы видите, можно пролететь сквозь стену без повреждений. Используя более упрощенный вариант, можно проникать в любые закрытые части базы. Можно поставить кресло на колесо и проникнуть на базу без лишних затрат. Это будет полезно при проникновении на невызвимый админ базы. Выживание на это уйдет 2-3 минуты. Перегоним все корабли в этот гараж. Также можно прятать корабли внутри друг друга, на вашем авианосце и в компактном ангаре без входа. Все возможные способы использования этой технологии могут быть разнообразны. Например, мины внутри вражеских фабрик, чтобы те взрывались во время присутствия игрока. Скрытые щиты, которые можно выдвинуть изнутри вашего корабля. Скрытые ракетницы и боеголовки. Хорошо защищенная торпеда, с проваливающейся боеголовкой сквозь ее корпус при контакте с целью. Или механическая торпеда, которая крепится к цели и закидывает боеголовку с таймером внутрь. Это самая слабо изученная технология в Space Engineers. Ее комбинирование с разными параметрами, может позволить открыть новые еще более впечатляющие возможности. Пролетать сквозь стену можно на любой скорости. Но чем больше объект, тем больше шанс, что на его борту окажутся блоки, имеющие коллизию. 300 блоков в предел безопасного проникновения. До этого количества на испытаниях не было ни одного повреждения. Блоки могут наделиться коллизией в момент загрузки мира. Для увеличения стабильности между загрузками, корабли можно крепить на подвеску. Влияние на мультиплеер неизвестно. В будущем планируется провести испытания. На выделенном сервере без перезапусков мира, имеет большую стабильность, так как не сталкивается с загрузкой мира. Сыграем с вами в игру? Придумайте, как еще можно использовать призрачные технологии и напишите в комментариях к видео. Автор лучшего ответа будет считаться самым находчивым и изобретательным. В прошлом выпуске был задан вопрос, как можно использовать провал под землю. Из всех ответов отличились два. Но один из них оказался самым интересным. Автор лучшего ответа Евгений Карпенко, он предложил сделать незаметное минное поле. Сейчас вы увидите пример скрытой мины. Она расположена под землей и прикреплена к поверхности при помощи шасси. Давайте посмотрим, как она сработает. Потеряно одно колесо и транспорт завалился в яму. Это довольно эффективно. Теперь вариант с большой миной. Взрывом уничтожило колеса и повредило корпус. После падения в яму сломался кокпик. В следующих выпусках вы увидите Изобретение на основе призрачных технологий Командное выживание на маленькой планете И борьба за точки интереса Наземные и воздушно-космические битвы Если хочешь этого Ставь лайк и подписывайся на канал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok